Добрый день! На сегодняшнем уроке мы продолжим тему воспаления, слизи. Сегодня мы поговорим о положении нашего так называемой эпигастрии или реберный угол отмечевидного отростка или зона солнечного сплетения. Это зона проекции, фактически расположения нашего желудка, но очень часто из-за воспаления в кишечнике, из-за того, что у нас или много рафинированной пищи, или у нас несоответствующая бакфлора, приводит к тому, что у нас реберные дуги расходятся в стороны. То есть у нас есть тенденция разведения углов в стороны. Это будет влиять и на перекартное положение сердца, это будет влиять и на состояние нашего желудка. И мы сегодня на уроке поработаем с сокращением, с максимальной работой со стороны косых мышц живота и ощущение, как мы можем влиять движением на изменение этого реберного угла. Условия. Мы делаем это движение после того, как поели как минимум часа через два, если вы ели плотно, через три часа. В норме наш реберный угол должен стремиться к 30 градусов, 60-30 градусов, в зависимости от того, какого вы телосложения. Убедитесь, что ваш реберный угол действительно соответствует этому положению. Итак, мы ложимся на спину. Думаем, в какой ствол плеч. Не спеша, более глубокий вдох-выдох. С выдохом ощутили соприкосновение своего тела, почувствовали пальцы ног, почувствовали пятки, как соприкасается задняя поверхность бедра, ягодицы, положение таза, спина, грудная клетка, лопатки, плечи, ощущение рук. Почувствуйте пальцы рук, ладони тыльную в сторону, шея затылок. И медленно сгибаем ноги в коленях, пятки на уровне седалищных бубров. Своими пальчиками находим реберный угол, да, то есть со стороны мечевидного отростка, самая крайняя точка мечевидна отростка. И смотрим, как мы мягко можем в реберный угол просто опустить пальцы, то есть мы не встречаемся с дополнительным давлением. Итак, наша задача, пальчики правой руки будут лежать под реберной частью, мы не продавливаем только до контроля. Вот эта зона мышц тонара, они будут создавать определенные условия, да, направляя реберные дуги по диагонали в сторону тазобедренного сустава. Если мы работаем справа, мы еще будем стимулировать движение нашей печени и таким образом дренировать лимфатические узлы, которые отходят от печени. Итак, напоминаю, что у нас ребра раздвигаются вверх и в стороны, а на выдохе сокращаются вниз. Какая основная ошибка может быть? Это приподнимание, да, внутребрюшное давление, которое будет выдавливать ваши внутренние органы вверх. Наша задача создать условия включения мышц таким образом, чтобы внутребрюшное давление шло в сторону таза, в сторону органов, значит, в сторону тазовой диафрагмы. Итак, мы левую руку кладем под затылок, мягко локоть в сторону, вверх в сторону, плечо слегка потянули вниз. Правая ладошка лежит, тенора на реберных тугах, пальчики под, делаем легкое движение. Медленно сокращаем мышцы спины, грудного отдела и растягиваем таз и грудную клетку в стороны, мягко вдох. На выдохе сокращаем мышцы живота. Наши пальчики чувствуют, что мы контролируем опускание вниз, то есть не выпячиваются. Медленно приподнимаем голову. Очень хорошо. И на выдохе смещаемся на левую лопатку, помогая ребрам выдох. Здесь у нас есть движение выдоха. Медленно возвращаемся только на полпути. Вдох. Слегка на вдохе ребрами толкаем свою ладошку. Выдох. Медленное движение. Вдох. Ваша амплитуда движения. Выдох. Условия не выдавливаем свои внутренние органы. Еще разочек. Вдох. И можно большой амплитудой выдох. Отлично. Возвращаемся в исходное положение. И руками проверяем, что изменилось в положении реберной части, да, то есть со стороны солнечного сплетения эпигастрии. Есть ощущение, что мы подтянули эту часть, что она стала уже по углу. И то же самое делаем для другой стороны. Работаем с левой стороной. Это возможность дренажа для нашей селезенки. Итак, пальчики контролируют отсутствие поднятия. Ладонь со стороны ребер. Правая рука под затылок. Локоть слегка вверх, плечо вниз. Делаем вдох. Разводим грудную клетку, таз друг от друга. На выдохе приподнимаем голову. Поддерживайте хорошо. И медленно разворачиваемся на правую лопатку, помогая рукам в движении ребер в сторону тазобедренного сустава, в серединке паховой линии правой ноги. Небольшой вдох. Мягко выдох. Обратите внимание, вдох небольшой у нас не приподнимается живот. Вдох. Мягко выдох. Легкое движение. Не приподнимается. Мы следим за тем, чтобы мы не вытолкнули желудок. Вдох. И мягко выдох. Отлично. Возвращаемся медленно назад. Выпрямляем ноги и руки вдоль туловища. И смотрим еще разочек в свой реберный угол. Делаем вдох. И слышим, что мы можем на выдохе, сократив косые поперечные мышцы живота, мягко у нас включается еще здесь реберно-поперечная грудная мышца. Выдох. И потянули вниз. Условие. У нас не приподнимается живот. Очень хорошо. Еще разочек. И мягко выдох. Мягко поворачиваемся на бок. Садимся. Небольшое движение. Почувствовать, что вы можете помочь движению реберных дуг, просто используя свою мускулатуру. Заодно вы посмотрите, насколько равномерно вы можете участвовать правой и левой половинкой. И что очень важно. Желудок. Это про контроль. Желудок. Это про желание контролировать всех. Поэтому, чем лучше работает наш желудок, тем мы больше будем обращать внимание не на контроль, а на конечный результат. Желаю успехов в освоении собственного тела.